Наконец, в завершение, позвольте рассказать вам о довольно необычном исследовании студентов Джорджтаунского университета. Около трех лет назад профессор этого университета и бывший сотрудник Пентагона дал самым талантливым подопечным домашнее задание. Он предложил студентам изучить последствия сычуанского землетрясения, которое произошло в 2008-м. Во время бедствия погибли десятки тысяч людей, и в провинцию тут же направили инженеров для оценки разрушений. И они обратили внимание на то, что некоторые холмы в округе загадочным образом обрушились. В какой-то момент местные власти признали, что под землей там была выстроена сеть тоннелей. Она обслуживает армию Китая, точнее поезда с ядерными ракетами на борту. Студенты из Джорджтауна должны были проверить, что это за тоннели, какая их протяженность, что по ним перевозят и с какой целью. Они потратили на исследование три года. В итоге у них получился доклад толщиной в 360 страниц, и его сейчас внимательно изучают в американском конгрессе. Главными источниками информации стали китайские интернет-форумы, блоги и даже телесериалы о доблестных солдатах ядерных войск. Давайте и мы посмотрим, по каким кадрам можно судить о китайском арсенале. Авторы доклада сделали неутешительные выводы. Китай построил 5000 километров подземных тоннелей для ракетных поездов, а боеголовок у КНР не 80 и даже не 400, как многие предполагают, а целых 3000, почти половина того, что есть в России. Конечно, нельзя говорить, что вывод этот окончательно и достоверный, но он обращает внимание на одну важную деталь, что никаких открытых данных о китайской ядерной программе нет. И остается только догадываться, что прячет народная армия под холмами Сычуани. На этом мы увидимся.